С марта прошлого года жизни всего мира уже не будет такой, как раньше. На первое место выходит профилактика коронавирусной инфекции и максимальная индивидуальная защита. Перепрофилируются лечебные учреждения. Приказами Департамента здравоохранения и регионального управления Роспотребнадзора медицинские организации переведены на особый режим. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. И специализированные корпусы и отделения многих больниц региона превращаются в инфекционные. У нас есть большой годовой договор с поставкой кислорода. Отработанный, удвоенный, утроенный объем поставки получены от них письма, что они не подведут. Есть также резервные телеги, на которых под баллоны мы их не отдаем. Мы их заправим. Это на форс-мажор застоит. Да, там будет двух-трехдневный кислород. Меняется порядок работы и детских поликлиник. Круглосуточно с первого дня пандемии вся ситуация с коронавирусом на строжайшем контроле у губернатора региона Александра Богомаза. Брянская область в числе первых после Москвы и Московской области применяет бесперебойное снабжение лечебных учреждений кислородом. Везде были переоборудованы наши воспиталя, созданы чистые грязные зоны. Подведен кислород, подведен 100%. Вторая проблема, которая стала, это обеспеченность кислородом. Если весной у нас расход кислорода был 200-250 баллонов в сутки, то сейчас он доходит до 1200-1500. Это вот та проблема, которая сегодня стала не только в Брянске, а на территории всей страны. И там первая проблема – это сами баллоны кислорода, которые необходимы. И второе – раскатать кислород. Третье – это его доставить. Потому что это нужно, вот, смотрите, по 3000 баллонов, ну, 1200 минимум. Нужно ежедневно доставить в лечебные учреждения, их нужно погрузить, разгрузить, их нужно потом подключить к каждому. На тот момент никто не понимал, какая клиника, как лечить, на что реагировать, не реагировать, что необходимо. Но четко было понимание одно, что необходимо, чтобы для каждого пациента был доступен кислород. Если нам Минздрав сделал отсечку, что мы должны сделать примерно 75% всех коек, подготовленных под коронавирусную инфекцию, с поддержкой кислорода, то мы пошли немножко вперед. Но на сегодняшний момент мы сделали их, ну, 98% – это точно, 98%. Некоторые лечебные учреждения 100% подготовлены к кислородам. Врачи работают на износ. Месяцами не видят семью. Власть не оставляет докторов без внимания. Чтобы вы понимали, там 50 миллионов пришло от федерального бюджета на повышение заработной платы технических работников, которые работают. Я сегодня подписал распоряжение, 100 миллионов мы еще выделяем вам на зарплату тем людям, которые будут работать. И все, что касается этих финанс-фокусов, я думаю, мы решим. Врачи-герои поощрены президентом Владимиром Путиным. Брянская область – лидер в России по социальной поддержке врачей из регионального бюджета. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. В Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко состоялось совещание Минздрава под председательством зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на совещании сообщила об успехах Брянской области в организации соцподдержки медперсонала. Необходимые средства на эти цели предоставляет региональный бюджет. Брянская область по этому направлению работы – одна из лучших в стране. В нашем регионе успешно реализуется программа обеспечения жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области с объемом финансирования 1 миллиард рублей. В течение последних трех лет для медработников приобретена 251 квартира на сумму почти 400 миллионов рублей. Также действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С прошлого года врачи, принятые на работу в удаленные районы, имеют право на получение полутора миллионов рублей, а фельдшерам предоставляется 750 тысяч рублей подъемных. В течение всего года система здравоохранения Брянской области продолжает работать с усиленной нагрузкой. Сформированы мобильные бригады для работы с ковидными пациентами. Медики, учителя и социальные работники начинают прививаться от коронавируса. В рамках третьего этапа испытаний вакцины привилась и семья главы региона Александра Богомаза. Прививка от коронавируса абсолютно добровольная и бесплатная. Вакцины распределяются по медицинским учреждениям области бесперебойно. Подготовились к борьбе с ковидом брянские медработники, что называется, по всем фронтам. В регионе вовсю работает единый федеральный номер 122. Где и как сделать тест, куда обратиться в случае положительного результата, как вызвать врача? Эти и другие вопросы за год задали десятки тысяч жителей Брянской области. На базе Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив создан штаб «Мы вместе». Более 1300 волонтеров помогают людям в покупке продуктов и лекарств, выносе мусора, выгуле домашних животных, оплате ЖКХ и мобильной связи. Тщательно продуманная и быстро выполненная подготовка помогает врачам Брянской области успешно бороться с коронавирусом. Об этом можно судить по основным показателям, которые использует Минздрав. Федеральная медицина ставит в пример наш регион. Период пандемии внес свои коррективы и в региональную экономику. Год непростой, но область выстояла. Более того, во многих секторах экономики произошел рост. Порядка 101% промышленность и 102,5% это сельское хозяйство. Это к итогам 2019 года. Это учитывая то, что мы в предыдущие 5 лет динамично росли. У нас выросла промышленность 54%, 53% и на 39% выросло сельское хозяйство. И вот этот год показывает, что мы не выросли на 10%, но мы не просели. Если взять по областному бюджету, то собственные доходы на сегодня мы имеем на 200 миллионов больше, чем имели за 2019 год. Смертность от коронавирусной инфекции на Брянщине ниже, чем в других областях. Стратегические запасы лекарств, аппараты ИВЛ, другая необходимая техника и профессионализм врачей создают все условия для того, чтобы успешно лечить больных. Татьяна Жукова, События.